Работники системы образования По его словам, студентов предупредили, что если кто-то нарушит новый порядок, он будет исключен. Данный документ был утвержден 28 февраля 2018 года. Состоит из трех пунктов. Один из пунктов относится к учащимся, бакалаврам, магистрам, аспирантам, докторантам и работникам вузов и гласит о том, что вышеназванные категории людей обязаны согласовать свои поездки за границу с соответствующими органами. Далее приводится перечень необходимых документов для согласования выезда за границу. Это официальное письмо за подписью руководителя образовательного учреждения, копия загранпаспорта, автобиография, копия приглашения на мероприятие, а также заполненная анкета с указанием посещенных за последние четыре года стран. Отдельное обоснование целей поездки с указанием необходимости, планируемых для обсуждения тем и т.д. Копия предполагаемой презентации. Указанные документы должны быть предоставлены в срок не позднее 15 рабочих дней до даты предполагаемого выезда. В случае несоблюдения сроков документы не будут рассматриваться. Каждый из выехавших за пределы страны должен не позднее, чем в течение пяти дней предоставить письменный отчет о своей поездке с приложением фотографий и копией подписанных документов. В случае, если было заключено какое-то соглашение о сотрудничестве и т.п. В случае непредоставления отчета в следующий раз заграничная поездка будет запрещена. Например, отдельные категории работников системы образования могли бы выехать за рубеж. Политологи отмечают, что данный закон находится в одном ряду с самыми абсурдными решениями режима Рахмона и напоминает железный занавес, который существовал при советской оккупации Таджикистана. Вместе с тем, в качестве наиболее вероятной причины подобного решения, наблюдатели называют именно желание властей ограничить таджикскую молодежь от приобретения ею их политической и религиозной сознательности. Студента лучше.